Привет! Меня зовут Артём, и вы на канале Легко и Просто. Сейчас я скажу самые топовые упражнения, которые помогут сжечь ваши калории, сжечь ваш жир. Первое упражнение, и топ лично для меня, это прыжки на скакалке. Потому что прыжки на скакалке сжигают за 1 час примерно 1000-1200 килокалорий. Это очень энергозатратное упражнение. Помимо того, что вы сжигаете свой жир, также вы ускоряете жиросжигание в целом. Вы улучшаете сердечно-сосудистую и дыхательную систему. Вы поддерживаете тонус в своих мышцах ног. И плюсом ко всему у вас улучшается метаболизм. Если у вас уже нет каких-либо серьезных проблем с коленями, с поясницей, со спиной, то это будет топовое упражнение, потому что оно создает по минимуму вреда коленям и ногам. Плюс у вас повышается выносливость. Вы укрепляете свои связки. Еще один плюс, у вас будут расти икры. Еще один плюс в том, что это очень дешевый инвентарь. Его можно везде брать с собой, куда бы вы ни пошли. В любое время. Просто начинайте прыгать и все. Но не нужно прыгать как можно выше, чтобы потом приземляться и просто проламывать пол. Это ни к чему хорошему не приведет. Со стороны вы будете дебилом. Так делать не нужно. Плюс длину скакалки нужно тоже подбирать индивидуально. Она должна быть немного ниже плеча, примерно в районе подмышек. И конечно же не забываем пить воду. Во время прыжков на скакалке организм будет быстро истощаться. Потому что это очень энергозатратное упражнение. Поэтому пейте воду, не стесняйтесь. Вы не сможете набрать лишний вес от воды. Вы максимум, что наберете воду, которую позже сольете. И перед тем, как вы начинаете прыгать на скакалке, не забывайте сделать разминку. Потому что мало ли вы были не готовы, ваш организм не готов. И просто какая-то маленькая микротравма и все. И вы уже испугаетесь, забьете на это упражнение. А это очень полезное упражнение. И что бы такого не было, сделайте небольшую разминку. Буквально 2-3 минуты будет достаточно. И после того, как вы сделали упражнение прыжки на скакалке, сделайте заминку. Небольшую, чтобы закрепить результат. И это будет огромный плюс. Но есть предостережение. Пожалуйста, не нужно прыгать целыми днями, сутками напролет на скакалке. Это тоже не очень хорошо. Вернее, это плохо. Да, в одном килограмме жира примерно 7-9 тысяч килокалорий. И за час тренировки вы сможете сжечь тысячу килокалорий. Не нужно прыгать 2-3 часа. Потому что ваш организм просто скажет, вы офигели. Я говорю вам пока. Такого делать не нужно. А чтобы результат был еще лучше, то сделайте интервальную тренировку. То есть сначала вы прыгаете, к примеру, 20-30-40 секунд в жестком, быстром темпе. А потом отдыхаете, также прыгая через скакалку. И это принесет вам гораздо больше пользы, чем вы будете просто час херачить, херачить, херачить. Но в итоге вы быстро устанете и просто на 2-3 дня потом сляжете. Ну, в плане того, что ваши ноги вам за это спасибо не скажут и им придется долго отдыхать. Далее, второе упражнение это велотренажер, либо сайкл, что по сути то же самое. Ну, либо если у вас есть возможность и есть велосипед, то просто обычный велосипед, катание на велосипеде. Давайте вспомним старые фильмы или, к примеру, какие-то ролики с соцсетей, где просто в помещении тренер тренирует много людей на велотренажерах, на сайклах, под супер какую-то энергичную музыку, кричит во все горло, все довольны, он там танцует, танцует на велосипедах и все делают то, что тренер говорит. Под бешеный темп, под бешеный ритм. Как и в упражнении прыжки на скакалке, велотренажер помогает развивать выносливость. У вас улучшается дыхалка, вы сжигаете жир. Ваше самочувствие повышается в том плане, что вам становится легче после тренировки, вы чувствуете себя легко. Но точно так же, если у вас есть какие-либо проблемы с коленями, с ногами, с бедрами, болят бесконечно, поясница, либо спина, вам тоже следует либо воздержаться от этого упражнения, либо обратиться к специалисту для выяснения причины, если вы не знаете. Или же просто использовать упражнение велотренажер как разминка перед вашей тренировкой. Буквально 5-15 минут вам помогут для того, чтобы размяться. В остальном велотренажер очень крутое упражнение для кардиотренировки. К примеру, вы можете прийти в спортзал, просто сесть, крутить педали, поставить перед собой телефон, аудиокнигу поставьте, смотрите какие-то обучающие ролики, и при этом вы крутите педали и занимаетесь спортом, то есть вы худеете. Также не стоит кататься или крутить педали в зале, или дома сутками напролет, потому что, как ни крути, вы постоянно будете сидеть. А если вы будете долго сидеть, там, в день по 2-3 часа, плюс у вас еще наверняка есть работа, дорога, в метро или на машине, плюсом еще сидите. Сидеть плохо, постоянно сидеть плохо, потому что могут тоже возникать какие-то застои, а мужчинам следует быть еще внимательнее, потому что даже когда вы крутите постоянно очень-очень много педалей, катаетесь на велике, как бы вам нужно обращать внимание на свое состояние. Если вам становится некомфортно, как-то неприятно, что стоит сделать хотя бы перерыв, если будет это продолжаться чаще, и время до такого состояния не будет увеличиваться, то есть вы покатались 5 минут, и все, у вас дискомфорт, неудобно вам щемит, жмет, давит, то, скорее всего, стоит исключить это упражнение. Но в целом, в целом, это очень крутое упражнение. Итак, упражнение номер 3. Это многими или почти всеми нелюбимое бёрпи. Бёрпи – это суперфункциональное упражнение, в котором задействуются мышцы пресса, кора, ног, груди, спины, и повышается выносливость, повышается сила, улучшается очень сильная сердечно-сосудистая система. Это силовое упражнение со своим весом без какого-либо оборудования. Что же входит в это упражнение? Это приседания, планка, отжимания, прыжки. Всегда можно будет упростить, убрав один элемент, например, прыжок или отжимания. Если вы выполняете 15-20 повторений, то вы сжигаете примерно 15-17 килокалорий. Но не торопитесь, не торопитесь сразу делать миллион повторений. Во-первых, потому что вы не сможете, и у вас это очень сильно отобьёт интерес, ведь вы быстро устанете, скажете, что плохое упражнение, что не можете, у меня не хватает сил, нафиг это надо. А во-вторых, просто можете себе навредить, если вы перед тем, как начнёте делать упражнение, не сделаете разминку, и, в принципе, если вы делаете в первый раз, то навредите себе тем, что вы не разобрали, как делается это упражнение. Что оно вообще в себя включает? Поговорим об этом. Итак, первое – это присед, второе – это планка, третье – это отжимания, и четвёртое – это прыжок. Вот ваша разминка. Просто перед упражнением бёрпи поприседайте без веса, постойте в планке ни две, ни три минуты, просто немножко постойте, посмотрите, как стоится у вас, не прогинается ли у вас спина, не горбитесь ли вы и так далее. Дальше поджимайтесь, просто поджимайтесь раз 5-10 и повыпрыгивайте из положения присед, то есть от пола к верху, посмотрите, как вы будете себя чувствовать. Не болят ли у вас ноги, не болят ли у вас именно колени, всё ли хорошо с тазобедренным суставом. И точно так же, если у вас есть какие-либо проблемы с коленями, с тазобедренными суставами, с сердцем, если у вас проблемы, или у вас большой лишний вес, то тоже немножко повремените. Во-первых, сердечникам не стоит делать это упражнение, и если у них есть эти проблемы, то, скорее всего, они об этом знают. Если у вас большой лишний вес, и вас, к примеру, заставляет тренер прыгать, делать бёрпи, то скажите этому тренеру, что он дебил. Если он вас не бережёт, то вы сами должны себя беречь. Ну и давайте это всё подытожим. Смотрите, если вы будете делать все эти упражнения, вы точно сбросите лишний вес. Сто процентов. Но если вы не измените ничего в своём питании, то есть вы питались, к примеру, там, 2000 килокалорий, добавили нагрузок, и как бы вес упадёт немножко. Если вы решите добавить еды, вес снова поднимется. То есть эффекта не будет особого, потому что вы не сможете сжечь такое большое количество калорий. Это очень плохо. Поэтому создайте себе дефицит калорий. Создаёте дефицит, кушаете немного меньше калорий, и сразу будет результат. Да, не мгновенно это не будет происходить, типа, вот я сегодня там не поел, или съел меньше, а завтра я уже всё в хорошей форме. Нет, это не так. Вам потребуется как минимум неделя для того, чтобы вы смогли что-то увидеть, какие-то изменения в себе. И когда вы эти изменения увидите, у вас ваша же личная мотивация возрастёт просто в разы. Вы просто станете лучше следить за своим питанием, лучше уделять времени к подготовке, к тренировкам, к разминке и так далее, и тому подобное. И ещё один важный совет, как сделать дефицит калорий. Смотрите, добавьте больше белка. То есть не делайте соотношение равное количество углеводов, равное количество белка, ну и жиров, естественно, там меньше. Сделайте больше белка. Когда вы, например, кушаете 2000 килокалорий, и из них большая часть – это белок, то ваш организм будет уже тратить энергию на то, чтобы переварить этот белок. И он его тратит, калории-то уходят, уходят и уходят. А если вы будете делать это с углеводами, да, ваш организм, конечно, тоже будет тратить количество калорий, количество энергии на переварение, усваивание, усвоение углеводов, но результат по факту будет совсем разный. К примеру, если мы берём 2000 килокалорий, то если у нас больше белка, то, соответственно, по факту на выходе организм не 2000 килокалорий получает, да, с этим белком, а примерно 1800-1700 за счёт того, что он переваривал больше белок. Если же вы добавляете там больше углеводов, да, но входите в эти рамки килокалорий, то ваш организм на выходе сделает также 2000. Поэтому белки помогут вам похудеть. Ну и, конечно же, дефицит. Хотите весить меньше – сделайте дефицит. Даже просто по белкам. Ну а это было первое видео на моём канале «Легко и просто». Подписывайся, смотри видео, где я объясняю всё легко и просто доступным языком, без супер каких-то терминов, чтобы всё было понятно. Подпишись, поставь лайк, жди новые выпуски. А я не заставлю тебя долго ждать. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok